Строительство четвертого моста через Енисей выходит на финишную прямую. Уже в мае здесь планируют начать укладку асфальтового полотна, а в июне провести стык пролетов. До этого момента осталось смонтировать примерно 130 метров конструкций. Все для того, чтобы в октябре, как и запланировано, по мосту поехали первые машины. Там, где сейчас пустырь, появится новая развязка. До этого места будет продолжена улица Волочаевская. Но это перспектива будущего года, а в этом поток машин будет принимать только улица Дубровинского. Ее расширят, чтобы автолюбители не упирались в так называемое бутылочное горлышко и не образовывался затор. Четвертый мост – главная дорожная стройка года, но есть и другие, не менее значимые объекты. Дорога Краснояр-Железногорск. В этом году мы вводим очень напряженный участок в октябре месяце, который по этой дороге проходит в районе поселка Терентьево. Там будет устроена четырехполосная дорога с разделенными полосами движения. И рассчитываем на то, что в этом году присоединиться к этим двум объектам строительным присоединится еще один объект. Это автомобиль на дороге Канск-Абан-Багучаны, чуть севернее поселка Абан. Всего в этом году из бюджета всех уровней на дорожное хозяйство края направят 14,5 миллиардов рублей. Из них на региональные сети заложено более трети. В Березовском, Шарыповском, Пировском, Берелюском, Абанском и ряде других районов отремонтируют 26 мостов. Особое внимание уделят автодороги М-54 Енисей. Здесь приведут в порядок 24 километра трассы, расположенные в Балахтинском и Новоселовском районах. Преобразятся и дороги на севере края. В приоритете остаются у нас две дороги северных. Это подъезд до аэропорта от города Дудинка и подъезд до аэропорта от рабочего поселка Тура. Если в этом году рабочий поселок Тура полностью 17 километров дороги приводим в нормативное состояние, то по Дудинке у нас эта дорога будет приведена в нормативное состояние в следующем году. 4 миллиарда получат все муниципальные образования края на строительство и обслуживание улично-дорожной сети. Из них четверть направят именно на ремонт улиц в городах и поселках. Министр транспорта края Сергей Еремин признал, сейчас во многих районах дороги находятся в удручающем состоянии. Зачастую в деревнях вынуждены в сапогах идти, чуть ли не на тракторах ездить, на работу и так далее. Конечно, вот эти условия в большей степени даже для сельской местности мы не обеспечиваем. Поэтому губернатор принял такое решение. Край должен помочь муниципальным образованиям начать подтягивать хотя бы под такой пользовательский, потребительский уровень муниципальную сеть. На дорожные работы в краевом центре предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. Продолжится реконструкция улицы 2-я Брянская, капитальный ремонт трамвайных путей и моста через Качу. Запланировали в том числе и работы на периферийных улицах, чтобы не говорили, что опять центральные улицы делают периферийные. Забыли, нет. Улица 4-я Шинная, 7-я Продольная, Депутатская, улица Садовая. Запланированы у нас также в ремонте работы. Еще одним из основных видов работ в этом году видим устроение колейности. Обратили внимание, это улица 9-я Мая, Копылова, Октябрьский мост. Образовалась большая колея. Ямочный ремонт дорог в краевом центре идет уже 2 недели. Кстати, на него Красноярск получил дополнительно 100 миллионов рублей из краевого бюджета. Это позволило сохранить объем работ на прошлогоднем уровне – около 400 тысяч квадратных метров. А капитальный ремонт дорожники обещают начать сразу, как только установятся круглосуточные положительные температуры. Анна Московских, Виталий Князев. Новости. Спасибо.